Каток на Икаре 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 Затем проливают холодной водой Получившуюся основу выравнивают горячей водой В пользу случая приглашаю горожан на каток массового катания на стадионе Икар Для вас играет музыка, работает экран Есть буфет, где можно выпить горячий чай или кофе И с удовольствием провести выходной день с семьей Каток работает по сеансам В выходные с 11.00 до 21.00 часа В среду и пятницу с 15.30 до 21.00 Детям до 7 лет, включительно детям-инвалидам и детям из многодетных семей Вход бесплатный В Нижнем Новгороде прошло первенство области по русским шашкам Два золота и серебро Итог выступления саровских шашистов Даша Вахрушева попала в объединение шашки Дворца детского творчества случайно На стадионе Икар проводили шашечный турнир Девочка попробовала в нем свои силы И до этого Даша играла в шашки вместе с родителями Увидев способности у юной шашистки, Олег Васенькин пригласил Дашу на занятия в ДТТ На первенстве Нижегородской области по русским шашкам В группе девочек не старше 9 лет Дарья Вахрушева, пережив проигрыш в первом туре, послушала тренера Проявила боевой характер и выиграла у соперников в оставшихся поединках Про шашки мне очень интересно Она хорошо вызывает мышление Мне нравится решать позиции, проводить комбинации Михаил Ковалев играет в шашки 9 лет А в объединение пришел еще в детсадовском возрасте Сейчас шашист, кандидат в мастера спорта Шашки помогают спортсмену расти как в профессиональном, так и в личностном плане На первенстве области юноша до последнего тура боролся за чемпионство Уступил сопернику по дополнительным показателям и занял второе место Я сейчас тренирую утверждение, выигрышку И когда играешь среди мужчин, начиная с чемпионата области Там применяются начальные две ходов Летают в шашки И с ними, ну их надо тренировать Их 736 штук И надо желательно знать Они начинают тренироваться И вот я в этом году начал их тренировать Чтобы подготовиться к соревнованиям, шашисты изучают позиции, дебюты А также отрабатывают знания на практической игре На первенстве области для участников прошло несколько турниров в разные игровые дни Соперниками соровчан были ребята из шашечных центров области Призер первенства мира Алиса Рубцова набрала на соревнованиях 15 очков из 16 возможных Получаешь очень большой опыт Вот ты ездишь, допустим, на соревнованиях, играешь с мастерами Вот я ездила в Удомную, Тверскую область Там я играл с мастерами Ты получаешь большие эмоции и большой опыт Алиса Рубцова стала чемпионкой Нижегородской области уже четвертый раз подряд Миша Ковалев завоевал серебро в упорной борьбе И появилась у нас совсем маленькая звездочка Даша Вахрушева Которая неожиданно выстрелила, неожиданно для всех И для родителей, и для себя, и для соперников И самое главное для тренера Она выступила очень неожиданно, очень меня порадовала Еще 8 человек из объединения шашки в других возрастных группах Также смогли испытать себя на первенстве Нижегородской области в следующем туре Военно-патриотический клуб «Разведчик» попал в тройку лидеров Среди ВПК Приволжского федерального округа Клуб «Разведчик» существует в Сарове с 1994 года В нем занимаются ребята с 6 до 22 лет Изучают основы военного дела, боевые приемы, рукопашный бой Многие из выпускников клуба поступили в высшие учебные заведения Министерства обороны, Федеральные службы безопасности, Министерство внутренних дел И сегодня работают в этих ведомствах Только за последние два года 7 ребят из клуба пошли в военные училища У нас и альпинизм, и парашютное дело Как бы именно подрывное занимаюсь с детьми И тактика специальной подготовки, и выживание Все благодаря ЦВР мы выезжаем в леса Там проводим занятия на неделю Как бы, ну и там конкретно уже занимаемся Здесь, в спортзале ВБЦ Носилкино Занимаемся непосредственно физической подготовкой И теоретической подготовкой в классе Накопленный опыт работы и программу деятельности Разведчик совместно с Молодежным объединением победителей Представил на областном смотре военно-патриотических клубов И занял второе место Затем проект направлен на следующий этап В Приволжский федеральный округ Где он попал в тройку лидеров За это клуб получил грант в размере 50 тысяч Еще один проект, который активно продвигает разведчик Будущее за нами Поступило от меня предложение Чтобы заниматься с 9 по 11 классы Как раз полевыми выходами Реализацию этого проекта пока обсуждают Опыт проведения подобных мероприятий у разведчика большой Недавно ребята вернулись с очередных Восьмидневных военно-полевых сборов На них ездили и совсем малыши И старшие воспитанники клуба Как у нас день проходит? Мы встаем часов в 7 Бежим на зарядку Потом на завтрак Потом свободное время чуть-чуть И дальше начинаются занятия Это либо тактика Определение азимута Либо стрельба, допустим Или тактика какая-нибудь Потом обед Потом опять занятия Но самое интересное на сборах Это конец Их конец Потому что начинается разведвыход В этот раз прошли мы около 50 километров Как рассказал Александр В клубе учат не только военному делу Ребятам рассказывают, как важно дружить Приходить на помощь Быть более дисциплинированными И ответственными Задоринки блеснули на танцевальной деревне Коллектив стал участником танцевальных конкурсов И получил высокую оценку жюри Проект «Танцевальный клондайк» Коллективу Задоринки уже хорошо знаком Пять лет они ездят на лабораторию Фри-дэнс-фэктори И каждый раз возвращаются с Россы пью наград Танцевальная деревня Еще одно мероприятие проекта И в этом году саровчане решили попробовать Свои силы и в нем Само оно длилось почти неделю Включало в себя 4 чемпионата И впервые в практике Задоринок выступать перед жюри Им приходилось каждый день Мы были размещены в одном месте А каждый день к нам приезжали разные организации То есть это были и всероссийские конкурсы И международные Каждый организатор привозил свою команду жюри Свои требования, свои условия И сложность состояла в том, чтобы станцевать как в первый раз Но тем не менее моя команда справилась больше чем хорошо Я так горда и счастлива за свой коллектив Мы смогли с достоинством представить Дворец творчества Игор Царов В результате Задоринки привезли несколько дипломов Лауреата в первой степени И несколько наград за призовые места Кроме того, особо Анна Козловская Выделяет персональные и специальные призы От членов жюри Их каждый вручал один раз От своего имени коллективу Который впечатлил больше всех На танцевальной деревне Впервые Задоринки стали участниками танцевального батла В рамках дэнс-соло Весь коллектив переживал и поддерживал девочек Которые вызвались пройти это непростое испытание В результате Анастасия Равилова заняла третье место А Арина Макаева стала победителем Ты выходишь и включаешь любую музыку И ты должен на ходу придумать движения Импровизировать Мне это очень нравилось И танцевала я от души Батл мне понравился тем Что ты показываешь, на что ты способен Понимаешь, это твое или не твое Вообще, нравится тебе это или нет Но мне очень понравилось Честно, я сначала переживала То, что я не справлюсь То, что вылечу на первом круге В итоге все получилось И так получилось, что финал зашла и выиграла Сейчас Задоринки готовятся к муниципальному этапу Конкурса «Грани таланта» А весной они вновь поедут на танцевальную лабораторию Новой эпохи ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА